Репортаж из глубинки – любимое занятие многих блогеров – колесить по периферии и делать нетриюальные зарисовки. В больших городах аудитория всегда увлеченно смотрит такие материалы. Многие сами совсем недавно вырвались из такой же действительности. А посмотреть на все под иным углом, естественно, интересно. И работа эта вышла в среду и за сутки поднялась в лидеры по числу просмотров среди свежих роликов. В центре внимания – Березники. Автор работы – Антон Лядов. Вся сюжетная линия построена на существующих в Верхниками провалах. Для того, чтобы обозначить причины масштабной проблемы, блогер использовал слово «специфика». Из-за специфики местных рудников в городе периодически образуются провалы, огромнейшие провалы в земле, которые затягивают за собой дороги, транспорт и даже целые огромные здания. Подобраться близко, впрочем, к этим провалам нельзя. Территория там давно огорожена. Сейчас группа быстрого реагирования и ласты завернёт. Серьёзно? Это аппарат, да. А чё ты? Охранники каждые 45 минут обязаны делать обход вдоль забора. Также, по словам местных, разговаривать с жителями им запрещено. Охранеть, таковы-то в тюрьме. Прогулялся блогер и по местным зданиям, которые постепенно разрушаются. Их обитателям есть что рассказать, есть что показать. Их жильё продолжает ветшать, трещать и разваливаться. Не пугайтесь, конечно. Вам не страшновато жить-то в таком... Ну, только чё, извините, мы уже привыкли, мы уж тут всю жизнь живём. Я так вообще всю жизнь здесь родилась. 8 тысяч с копейками пенсия? Да. То есть получается, что они сейчас вас требуют за две комнаты, и половину своей пенсии должны отдавать за две комнаты? Да, да. А как я должна жить? А у меня кот. Мне самой надо тоже покушать что-то. Так, ну, поставляем, и детей вот так моем. Вот этим шлангом? Почему? У каждого свой шланг есть. Вы посмотрите на мэров. Все делают в Перми, в Москве, заботятся о людях, а здесь никому ничего не надо. Даже не пускают туда на приёмы. По интернету передавайте. А если у меня его нету, интернета? Этой героине без интернета посмотреть видео на ютубе, конечно, не удастся, но соседи помоложе, наверное, покажут. Ну, а те, кто с современными гаджетами на «ты» и в интернете частые гости, продолжают надеяться, что скоро всё разрешится и их переселят. А существующее жильё до этого не обрушится. Люди пишут во все инстанции и продолжают обивать пороги кабинетов. Среди ночи встаёшь, зараза, думаешь, 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 думаешь. Как, как, как? Не провалились, и слава Богу. Не провалились, и слава Богу. Проснулись утром, и слава Богу. Да, пошли на работу, поехали на работу.